Таким образом, мы пришли к следующему важному современному направлению физики тяжелых ионов. Это физики с пучками экзотических ядер. Современное поколение ускорителей позволяет получать пучки тяжелых ионов с очень высокой интенсивностью, вплоть до 10 в 13-й, 10 в 14-й частиц в секунду. Используя пучки такой высокой интенсивности, разными методами получают пучки вторичных радиоактивных ядер, бомбардируя мишени тем или иным пучком тяжелых ионов. Вот для примера показаны два случая получения пучков экзотических ядер. Первое – это высокие энергии, это реакция фрагментации, в котором получаем целый спектр частиц по заряду и массе, потом неким образом их преобразуем в пучок, и реакция слияния, которые идут при меньших энергиях, но получается новое составное ядро, которое потом также используют для получения пучков вот таких радиоактивных ядер. Условно, эти методы получения пучков радиоактивных ядер делятся на две группы. Это так называемый изоль-метод, то есть метод, когда используются те реакции, о которых я сказал, типа реакции слияния для получения пучков в неком объеме. В этом случае у нас в мишени накапливаются продукты ядерных реакций, потом они преобразуются в тяжелые ионы в специальном ионном источнике, потом сепарируются в изотоп-сепараторе и поступают в постакселератор, так называемый, где они доускоряются до нужных энергий. Второй метод – это метод фрагментации, где продукты фрагментируют в поле ядра мишени, потом используется специальный фрагмент-сепаратор, в котором они сепарируются, выделяются определенные продукты по заряду и массе, а затем транспортируются на экспериментальные установки. Вот здесь показано, что в ведущих научных центрах используется как тот, так и другой метод. Его преимущества и недостаток я потом представлю в следующих лекциях, которые будут посвящены этой тематике. Таким образом, в настоящее время практически во всех научных центрах, располагающих мощными по интенсивности ускорителями тяжелых ионов, построены, функционируют или готовятся к запуску фабрики так называемых радиоактивных ядер. Вот здесь показано на таком сложном слайде сгруппированы разные возможности, разные факторы. Верхний рисунок – это у нас фрагмент-сепараторы, которые существуют или модифицируются, или будут создаваться до 2025 года. Это Германия, JSI, это Япония, проект РИПФ, это Соединенные Штаты, Мичиган, это Ганил проект. И внизу показаны фабрики радиоактивных пучков, которые используют изоль-метод так называемый. Это вот тоже в разных научных центрах, в том числе большие проекты европейские, типа Евризоли, которые готовятся к запуску, на которых концентрируется финансовое и умственное усилие многих специалистов и ученых из европейских стран. И здесь бы я хотел отметить в том числе и наши дубнинские ускорители, которые также будут работать и будут работать на получение пучков радиоактивных ядеров. Это проект ДРИПС-1 в лаборатории ядерных реакций и ДРИПС-3, который сейчас реализуется. Вот такая широкая картина, из которой видно, что усилия физиков в области тяжелых ионов, в области физики тяжелых ионов, в настоящее время сконцентрированы на создании фабрик пучков радиоактивных ядер. И вот с помощью таких пучков, достаточно интенсивных пучков, изучаются уже ядерные реакции, которые имеют самые необычные свойства и проявляются самые необычные характеристики этих реакций, и изучается также структура новых ядер, они синтезируются, новые ядеры изучаются, их свойства и структуры, которые тоже сильно отличаются от того, что мы имеем в области стабильных ядер. Вот пример нашего дубнинского ускорителя, нашей дубнинской фабрики радиоактивных пучков, которая частично уже работает. Это установка DRIPS, что переводится дубна, радиоактиваен ВИМС. Частично создается, вот в правой части этого слайда, видно фабрика сверхтяжелых элементов, которая создается сейчас, и в сочетании с нашими ускорителями У-400, У-400Р, будет создан, будет работать некий комплекс ускорителей, это DRIPS-3 фаза, так называемая, в которой будут реализовываться идеи использования пучков радиоактивных ядер, пучков экзотических ядер, для их дальнейшего использования, и для получения новых ядер, для получения новых видов ядерных реакций, для изучения свойств этих новых, еще неизведанных процессов. Вот чем же отличается взаимодействие обычного ядра от взаимодействия с мишенью экзотического ядра? Вот вы видите на этом анимационном компьютерном рисунке, это компьютерное моделируемое проведено, взаимодействие ядра гелия-6, который является кором альфа-частичный и двух нейтронов в голос с обычным ядром. Вы посмотрите, происходит сближение этих ядер, затем поток нейтронов из ядра гелия-6, это поток нейтронов скоро преодолевает само ядро, с которым оно взаимодействует, ядро мишени, и происходит взаимодействие на раннем этапе столкновения этих двух ядер. Ядра еще не слились, не наступило ядерное взаимодействие, а два нейтрона уже, так сказать, определяют как некий элемент ядерного взаимодействия, как некий нейтронный клей, он прилипает к гидро с нейтронным голов, к этому гидру и начинаются ядерные реакции, то есть далеко до ядерного взаимодействия. Вот такое это не только моделирование, но уже имеются новые экспериментальные данные, которые говорят о том, что да, такие процессы имеют место быть, и они очень важны не только для физики, но и для других направлений, например, для астрофизики, где нуклеосинтез, легкий ядер, в принципе, может определиться определяться таким подбарьерным процессом. Давайте теперь перейдем к ядрам, которые лежат в области легчайших элементов. Это системы из нейтронов, это системы из протонов, которые известны, протон, тритон, это ядра гелия, лития, бериллия. Вот здесь показаны существующие, изученные ядра, и на черном фоне показаны ядра, которые находятся в так называемых квазистационарных состояниях, то есть довольно короткоживущих, которые проявляются как некие резонансы при взаимодействии двух ядер. Таких ядер очень много, вот даже здесь, в этой области легких ядер, мы видим их порядка 10 ядер в квазистационарном состоянии, они тоже проявляются во взаимодействиях, играют определенную роль при ядерных реакциях, и в том числе в нуклеосинтезе. Вот исследуя вот эту область легких ядер, сверхтяжелых изотопов легчайших элементов, экспериментаторы пришли к интересному выводу, что стабильность таких ядер, она не падает при отходе от линии стабильности, от границ нейтронной стабильности. Вот на этом слайде мы видим зависимость энергии связи нейтрона от соотношения протонов и массового числа в этих ядрах. Посмотрите, изотопы гелия. Нулевая, это нулевая энергия связи, ниже нулевой энергии связи ядра становятся нестабильными по отношению к нейтронному распаду, но между тем нет катастрофического падения этой стабильности энергии связи. Вот изотопы гелия, гелий 7, гелий 9, гелий 10, как видно отсюда, их энергия связи нейтронов не сильно падает, и в общем-то они близки к нулевой энергии связи. То есть стабильность их не уменьшается. Такая же ситуация с изотопами водорода, сверхтяжелыми изотопами водорода, которые нет в природе. Это водород 4, 5, 6, 7. Мы их получили в ядерных реакциях, кстати, в ядерных реакциях с пучками радиоактивных ядер, и вот вы видите отсюда тоже их стабильность не сильно падает. Чрезвычайно интересно продвинуться дальше в область сверхнетронного избытка этих ядер и изучить стабильность таких ядер. Здесь, в принципе, не исключено появление нейтронных систем, нейтронных ядер, которые окажутся стабильными. Это тоже важная фундаментальная задача современной физики тяжелых ионов. Вот как выглядит нейтронно-протонная диаграмма атомных ядер. Только что мы смотрели вот эту вот область сверхтяжелых изотопов легчайших элементов. Дальше легкие элементы, тоже сверхтяжелые изотопы. Наконец, область трансурановых элементов и область сверхтяжелых ядер, сверхтяжелых элементов. Для каждой области существуют свои определенные, так сказать, правила, свои определенные свойства. Стабильные ядра группируются вблизи долины стабильности, отмеченные на этой диаграмме черными квадратами. И зеленые области, это области, связанные и имеющие в своем составе изотопы разных элементов, которые известны и синтезированы. И, наконец, голубая вот такая, то есть голубой фонд соответствует ядрам, которые пока не открыты, не синтезированы, и граница их стабильности пока не определена. Таким образом, вот совершенно интересно заглянуть за пределы вот этой области стабильности нуклонной и посмотреть, что же творится там, какое это отношение имеет к нашим макроскопическим теориям, к макроскопическим подходам, в том числе и проблемам астрофизики. Макроскопическим